Ну что, еще раз добрый день, уважаемые коллеги! Собираемся мы с вами в преддверии Нового года. Ну, как всегда уже традиционно, перед Новым годом, наверное, все мы с вами подводим итоги, строим планы. Как правило, все-таки благодарим год уходящий, потому что бывает всякое в году, и добрые, и сложные моменты. Ну, наверное, мы во всех моментах закаляемся, то есть доброта нас возвышает, трудности нас закаляют, поэтому все равно мы опровожаем год с благодарностью. Конечно, год в общем и целом был разный, но, наверное, в целом можно сказать ему слова благодарности, потому что главное событие, мы считаем, которое произошло в этом году, Впервые в Чувашской Республике зарегистрирован положительный прирост населения, впервые практически за 20 лет. Это общий тренд Российской Федерации, Чувашская Республика в данном случае тоже оказалась в числе тех регионов, где положительный прирост населения зарегистрирован. В абсолютных цифрах рождаемость увеличилась более чем на тысячу новорожденных детей, а если говорить о том, что и уменьшилась смертность, то в целом мы можем говорить о том, что в целом жителей Чувашской Республики на сегодняшний день стало почти на 1200 человек больше. То есть, конечно, это очень большое достижение, потому что это не только показатель оказания медицинской помощи, это в целом общий социальный показатель, потому что мы все с вами прекрасно понимаем, что семьи рожают вторых, третьих и последующих детей только в том случае, когда они уверены в завтрашнем дне, когда у них есть работа, когда есть детские сады, когда есть медицинская помощь, когда есть зарплата. То есть, и вот этот первый шаг, который мы увидели в этом году, говорит о том, что общество укрепилось и общество пошло вперед, потому что сделано на самом деле очень много и в государственной политике, и в Чувашской Республике, потому что для увеличения рождаемости в этом году поставлены задачи наряду с материнским капиталом, который получают жители Чувашской Республики за рождение второго ребенка, в этом году впервые стал выплачиваться материнский капитал республиканский, 100 тысяч рублей за рождение третьего ребенка. В этом году только в городе Чебоксары открыто два новых детских сада, один на подходе открытия еще, открыты детские сады в Новочебоксарске, открыты детские сады в районах республики. То есть это делается все, в том числе и для увеличения рождаемости. Поэтому на этом республика не останавливается, то есть меры социальной поддержки будут продолжены. Я думаю, что все уже знают, и это не секрет, что с 1 января будет выплачиваться ежемесячная выплата в размере прожиточного минимума для тех детей, которые родятся третьими и последующими в тех семьях, в которых среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода по Чувашской Республике. То есть мы предполагаем, что практически все семьи, которые пойдут на рождение третьего ребенка, будут получать эти выплаты. То есть это тоже довольно серьезный шаг, это довольно важная поддержка, которая организована в Чувашской Республике указом главы Чувашской Республики. Значит, это то, что касается рождаемости. Конечно, мы все говорим еще и о смертности. То есть смертность – это, с одной стороны, показатель уровня здравоохранения, потому что, конечно же, как мы организовываем медицинскую помощь, во многом зависит, насколько людей у нас уходит в мир иной. В данном случае, если говорить в целом, то уровень смертности, конечно же, снизился, и причем снизился он почти на 10%. Средняя продолжительность жизни на сегодняшний день в Чувашской Республике составляет 70,6 лет. То есть это уже тоже довольно весомый шаг вперед. И на сегодняшний день мы регистрируем в Чувашской Республике фактически снижение смертности по всем основным классам заболеваний. И по всем основным классам заболеваний, то есть это сердечно-сосудистые заболевания, это неврологические заболевания, это смертность от туберкулеза, у нас ниже, чем средние показатели по Российской Федерации и по Приволжскому федеральному округу. К сожалению, мы на сегодняшний день пока не достигли снижения смертности ниже среднероссийских показателей от внешних причин и от дорожно-транспортного травматизма. На сегодняшний день зарегистрирован, к сожалению, незначительный, но рост смертности от ДТП. Причем в данном случае нужно рассматривать эту проблему далеко не как только медицинскую, потому что мы прекрасно понимаем, что возросла смертность, возросло количество аварий и регистрируется смертность до приезда машин скорой медицинской помощи. А благодаря созданию трассовой медицины, то есть это программа ДТП, которая реализовывалась в Чувашской Республике, вот смертность в больницах при вовремя доставленных пациентах, она уменьшена, она уменьшена практически на 20%. Поэтому здесь мы должны работать не только в плане здравоохранения, но мы должны работать, конечно, и в целом по всем направлениям, то есть если вот говорить про ДТП. Конечно, 2012 год он был ознаменован завершением программы модернизации, то есть это 2011-2012 год, когда программа реализовывалась по модернизации в целом в Российской Федерации и в Чувашской Республике. Мы можем констатировать, что практически все направления программы исполнены. На сегодняшний день мы буквально вот уже в предновогодние дни получаем последнее оборудование, завершаются ремонтные работы. Конечно, есть какие-то недочеты, то есть что-то еще остается почистить, но в общем и целом мы констатируем успешную реализацию программы модернизации. В целом было направлено на реализацию всех программ в течение двух лет 4 млрд 554 млн рублей, запятую там еще 8 тысяч. Если говорить еще о дополнительных финансовых средствах, то есть благодаря тому, что мы своевременно исполнили ряд показателей, мы в качестве бонуса в республике получили еще 297 млн рублей, которые пошли опять-таки на программу модернизации. Ну, если не останавливаться в целом на деталях, можно только сказать, что практически треть средств, это где-то 27,8%, были направлены на совершенствование помощи в области детства и родовспоможения, то есть отремонтированы все родильные дома, оснащены оборудованием, значит, отремонтированы межрайонные центры и примерно треть средств отправлено на сельское здравоохранение, тоже где-то 26,8%. То есть здесь это все межрайонные центры, то есть это Канаж, это Шумерля, это Канаж, это Шумерля, это АллатР, это Батырево, то есть это все межрайонные центры, которые получили финансовые средства для ремонтных работ, для оснащения оборудованием. Безусловно, все это будет продолжено. Конечно, хотелось бы, может быть, в таком же объеме, но программа модернизации будет продолжена, будет продолжена в части строительства, реконструкции и капитального ремонта детских больниц и родильных домов. То есть на сегодняшний день этот постулат уже принят, и сегодня Министерство здравоохранения Российской Федерации определяет уже порядок финансирования, определяется перечень лечебных учреждений. У нас тоже есть определенные заявки, которые мы уже сделаны, но огласить их можно будет, наверное, после того, когда все будет уже четко сформировано и четко, в общем-то, принято. Так что поэтому программа эта будет продолжена. Конечно, очень важное значение, которое было выполнено в рамках программы модернизации, имеет программа «Земский доктор», потому что благодаря программе «Земский доктор» только в Чувашской республике, в районах Чувашской республики остались 132 специалиста. То есть это большой плюс в наши районные больницы. Жалко, что не входили туда центральные районные больницы, рабочие поселки, поселки городского типа. Но вот как раз в 2013 году дополнением к продолжению программы «Земский доктор» в программу включены рабочие поселки, и мы предполагаем, что еще дополнительно на село к нам придут молодые специалисты. Конечно, вы можете мне возразить, что уходят специалисты из города. Да, есть такая проблема, что часть молодых специалистов уехали из города, уехали в село. Но на сегодняшний день мы принимаем программу. Фактически она уже разработана, в рамках которой предполагается датирование молодых специалистов ежемесячными субсидиями в размере на сегодняшний день. Пока, ну я не знаю, стоит озвучивать или нет. То есть есть, в общем-то, планы дополнительно к заработной плате молодые специалисты, то есть это врачи-интерны, предположительно будут получать около 5000 рублей для того, чтобы повысить их уровень заработной платы. То есть тем самым мы предполагаем, что в отрасль молодые специалисты придут и останутся в отрасли. Более того, перед отраслью в целом поставлена задача, причем как перед отраслью здравоохранения, так и социальной защиты. Это повышение заработной платы врачам, медицинским сестрам, младшему персоналу и социальным работникам. Это в рамках исполнения указа президента Российской Федерации о повышении заработной платы к 2018 году. Но на сегодняшний день уже приняты нормативные документы, которые нам говорят о том, что зарплата будет повышаться постепенно, и причем вот именно большее повышение заработной платы ожидается, то есть в процентном отношении у социальных работников, у младшего медицинского персонала, потому что на сегодняшний день именно эта категория людей находится в более, скажем так, ущемленном положении. То есть если сравнивать зарплату этой категории специалистов со средней по Чувашской республике, то если мы в среднем в этом году выйдем где-то на 17 тысяч рублей, то у социальных работников и у младшего медицинского персонала заработная плата пока еще в среднем ниже 10 тысяч рублей. То есть поэтому вот именно эта категория в 2013 году начнет увеличивать заработную плату, ну, большими темпами, то есть в процентном отношении будет увеличиваться быстрее. То есть эта задача перед нами поставлена, и мы ее будем, в общем-то, решать буквально в ближайшее время, ну, начиная вот непосредственно уже с 2013 года. То есть сейчас определяются уже схемы, механизмы, когда будет первое повышение, то есть, скорее всего, это будет либо февраль, либо март месяц. То есть это уже вот первые шаги, которые будут сделаны буквально в 2013 году. Важное значение, я думаю, что вот в 2012 году было по внедрению в лечебных учреждения информационных технологий. Все это делалось в рамках программы модернизации, и мы с вами уже, наверное, все ощутили на себе эту электронную запись. То есть ее тоже, в общем-то, кто-то критикует, кто-то хвалит, потому что на самом деле довольно сложно сразу воспринять вот эти новые шаги, которые вот внедряются в лечебных учреждениях. Потому что здесь и трудности записи в электронную регистратуру, здесь и трудности технического характера, которые возникают при интеграции электронной регистратуры в Чувашской республике и электронной регистратуры федеральной. То есть на сегодняшний день эти два сервиса стыкуются, и в ближайшее время все это будет отлажено. Но уже сегодня мы с полной уверенностью констатируем, что практически 30% населения города записывается через электронную регистратуру, 20% жителей села записываются через электронную регистратуру. То есть, значит, эта услуга востребована, и, конечно, она будет продолжаться. Дальше для того, чтобы унифицировать оказание медицинской помощи в части внедрения стандартов и качества оказания медицинской помощи, внедряется электронная история болезни, внедряется электронная амбулаторная карта. Уже на сегодняшний день внедрен мониторинг состояния здоровья всех беременных женщин. То есть все это замкнуто в единую телекоммуникационную сеть. Развитые телекоммуникационные связи, то есть телемедицина через сосудистый центр для всех центральных районных больниц и даже с машинами скорой медицинской помощи. То есть все это ведется в едином информационном пространстве. В рамках, опять-таки, информатизации все машины скорой помощи на сегодняшний день оснащены спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС, что позволит нам, с одной стороны, полностью контролировать все машины, где они на сегодняшний день находятся, и, с другой стороны, очень быстро принимать управленческие решения, какую машину куда можно быстрее направить. Для того, чтобы и машины скорой помощи, и организации медицинской помощи были под одним руководством, под одним началом, была проведена реорганизация службы скорой медицинской помощи, когда все станции скорой медицинской помощи были объединены в единое юридическое лицо. И на сегодняшний день, хотя есть, конечно, нюансы, шероховатости технически они есть, но уже сегодня мы не привязываем оказание медицинской помощи именно скорой, доезда скорой медицинской помощи к определенному району. То есть, если машина находится ближе, допустим, на границе, там, с Красночитайского района к Шумерлинскому, то она может совершенно спокойно обслуживать и Шумерлинский район. То есть, это очень важное решение, то есть, это единая диспетчерская служба, это единое навигационное пространство, это единое слежение, возможность слежения за всеми машинами скорой медицинской помощи. То есть, и, по сути дела, это не только вот скорая помощь, то есть, вот, вот, единая электронная база данных, единая электронная история болезни, они позволят и врачам обмениваться электронными данными о состоянии здоровья пациентов, уже не запрашивая даже бумажных носителей. Но это, конечно, произойдет не за один день. Сегодня, чего греха таить, есть и нарекания со стороны специалистов, то есть, врачей, среднего медперсонала, которые иногда сетуют, что нас заставляют там заниматься электронным документооборотом. Но это, как правило, бывает только на начале пути. Мы все с вами, когда занимались началом внедрения компьютеров, наверное, тоже, в общем-то, встречали некое сопротивление. Но сегодня уже жизни себе не представляем без компьютерной сети. Поэтому это вопрос, я думаю, временный, и все технические сложности будут решены, и мы, в общем-то, перейдем и в информационном пространстве, мы эти вопросы все, в общем-то, решим. Какое еще важное направление в плане модернизации? Ну, наверное, сосудистые центры, которые продолжили свою жизнь, и не только продолжили, они, в общем-то, расширили свои возможности. Значительно возросло количество высокотехнологичных операций, причем как в сосудистом центре региональном на базе Республиканской клинической больницы, так и в кардиологическом диспансере. Возросло количество операций нейрохирургических, то есть это при инсультах. В результате, фактически, если мы будем сравнивать вот в целом с 2009 годом, количество этих операций возросло практически в два раза. А если мы посмотрим на смертность, то есть летальность после этих операций, она уменьшилась практически в шесть раз. То есть это говорит о том, что квалификация специалистов возросла, оборудование, которое поступило, оно используется, в общем-то, в полном объеме, и, естественно, нарабатывают опыт наши специалисты, и поэтому на сегодняшний день все меньше и меньше специалистов уже уезжают за высокотехнологичной медицинской помощью в Москву и Санкт-Петербург. То есть это очень важно. То есть помощь приближена сюда, здесь, к нашему населению, и поэтому они этой помощью пользуются. Продолжила на сегодняшний день развитие онкологическая помощь, и смертность от онкологических заболеваний в республике на сегодняшний день регистрируется, снижается. То есть снижена смертность от всех онкологических заболеваний практически на 8%. То есть это очень большой шаг вперед, потому что тоже был сделан большой задел. Вот последние два года, когда было поставлено много технологичного оборудования, на сегодняшний день оно набирает обороты и используется, в общем-то, в полном объеме. Конечно, нельзя забывать на сегодняшний день, наверное, о тех вопросах, которые, скорее всего, будут решаться в ближайшее время. Это вопросы, которые были поставлены и в послании президента Российской Федерации, и вот на последних встречах с главой Чувашской республики. Это вопросы здорового образа жизни и профилактической направленности, и развития реабилитационной базы. Почему? Потому что, как было сказано в послании, никакие высокие технологии, никакие вклады в здравоохранение не заменят нам здорового образа жизни, и если мы сами не будем заботиться о здоровом образе жизни. То есть, отказ от курения, отказ от алкоголя, ходьба на свежем воздухе, занятия спортом. То есть, это, в первую очередь, первые шаги к профилактическому здравоохранению. Если мы будем говорить о уже медицинской составляющей, то на сегодняшний день разработана уже программа профилактики, и она уже прошла согласование на уровне Министерства здравоохранения Российской Федерации. На сегодняшний день ставится вопрос о расширении программ профилактических осмотров и диспансеризации, об увеличении объемов работы школ здоровья и центров здоровья. То есть, это вопрос профилактики заболевания, выявления факторов риска, своевременного лечения. То есть, фактически, мы должны сегодня сделать упор на здоровых пациентов, для того, чтобы они не стали больными. Предполагается, что комплексные медосмотры будут проводиться, особенно в старшем возрасте, то есть, это уже возраст после 30 и старше, вплоть до, скажем так, последнего пенсионного, постпенсионного возраста, каждые три года будут проводиться углубленные медицинские осмотры. А расширенные медицинские осмотры будут проводиться каждые пять лет, начиная с 45-летнего возраста, то есть, 45, 50, 55. То есть, вот это будет внедрено буквально в ближайшее время, в целом, по Российской Федерации. И очень большой упор делается на развитие программ реабилитации, потому что последние года, это национальный проект здоровья, это программа модернизации, они позволили нам оснастить лечебные учреждения высокотехнологичным оборудованием, обучить специалистов, и мы с вами на самом деле видим выживаемость пациентов после инсультов, инфарктов, и дальше нам необходимы программы реабилитации, то есть, это расширение коек для реабилитации этих больных, это расширение санаторно-курортных учреждений, санаторно-курортной базы, и использование в основном для этих целей баз, которые находятся у нас здесь, на территории Чувашской Республики, чтобы пациентам не приходилось далеко уезжать из региона. То есть, вот эти задачи перед нами поставлены, и буквально в ближайшее время мы будем их, в общем-то, реализовывать и развивать. То есть, это вот, я думаю, планы будущего года, ближайшие, скажем так, перспективы. Дальше я готова ответить на все ваши вопросы, могу, в общем-то, прям пойти, потому что уже были заданы вопросы. Владимир, вопрос такой. Очень много мы говорим в Чувашии о наших, скажем, о применении высоких технологий, и постоянно упоминаем несколько лечебных заведений, в частности, там, МНТК, например, да, и Центр травматологии, да. Хочется узнать, планируется ли у нас расширение вот таких высокотехнологичных центров или высокотехнологичных услуг, оказания высокотехнологичных услуг. Есть ли перспективы для развития, например, там, транспортологии в наших лечебных заведениях? Спасибо. Я думаю, что вопрос очень актуальный, и самое главное, что он, в общем-то, в тему, потому что, на самом деле, высокие технологии, они либо концентрируются в специализированных центрах, либо какие-то отдельные виды могут оказываться в лечебных учреждениях. И, как я уже сказала, то есть у нас не только два вот этих больших центра занимаются высокотехнологичными оперативными вмешательствами. У нас на сегодняшний день по высоким технологиям работает онкологический диспансер, кардиодиспансер, республиканская клиническая больница, причем по нескольким профилям. Это абдоминальная хирургия, таракальная хирургия, те же сосудистые центры, потому что и перинатальный центр, то есть это лечение бесплодного брака, это выхаживание глубоко недоношенных новорожденных детей. Если говорить о развитии трансплантологии, на самом деле задача сегодня поставлена о том, что в будущем году, ну, хирурги нас уже заверили, что, скорее всего, в октябре месяце они произведут первую трансплантацию почки. Во всяком случае, хирургами это сказано, потому что для того, чтобы провести трансплантацию, необходимо создать лабораторию. Нам удалось в рамках программы модернизации полностью закупить все оборудование, которое необходимо. Специалисты практически обучены, то есть необходимо доучить там еще нескольких хирургов. И, по сути дела, республиканская клиническая больница полностью готова для того, чтобы проводить родственную трансплантацию почки у нас здесь, в Чувашской республике. И мы предполагаем, что в 2013 году, еще раз повторяю, к концу года, мы должны сказать, что у нас это будет. Это подобного рода, это вообще, ну, в новше студии? В республике, да. В республике, да. Вот. Ну, если даже говорить о том, что центр трансплантации и донорской почки, он даже так называется, когда он строился в республиканской больнице, планы были именно для того, чтобы развивать трансплантацию. Но кризис одного года, в конце 90-х, кризис двухтысячных не позволил нам обеспечить достойной лабораторией эту службу. Но на сегодняшний день, вот в рамках модернизации, спасибо модернизации, данная служба, в общем-то, создана. И я думаю, что теперь уже все дело за нами. Я вам этого федерального центра трансплантологии. Он в Чувашии работать с 2009 года, при этом каждый год руководство центра заявляло о том, что готово оказать больше помощи и просило увеличить квоты. Вот вышел ли сегодня центр на проектную свою мощь? Каковы в целом его итоги, как бы оценивать его работу? И какие задачи осталось еще решить? Какие перспективы на следующий год? Ну, я думаю, что задач еще очень много, хотя на самом деле вот с 2009 года работает у нас федеральный центр. На сегодняшний день уже можно говорить о том, что они вышли на проектную мощность, то есть они уже оказывают достаточное количество операций, причем, если раньше они где-то около 20% оказывали этой помощи иногородним пациентам, то на сегодняшний день этот процент увеличился до 67%. То есть наоборот, сегодня они больше лечат пациентов из других регионов. То есть, с одной стороны, это говорит о том, что практически всех в Чувашской республике, кому необходима эта помощь, оказана. Естественно, пациенты появляются каждый год, но это говорит о том, что вот они привлекают уже пациентов, достаточное количество пациентов с других регионов, и естественно, ну, а расти дальше, уникальные операции буквально вот только вчера они выполнили две уникальных новых операции для новорожденных, новорожденных от детей 2-х и 3-х лет по исправлению позвоночника. То есть, понимаете, это, поэтому я говорю, предела в совершенству нет. То есть новые технологии, они будут появляться всегда с ростом науки, техники, я не знаю, технологий. Сколько детей рождается в процентном соотношении с патологией? С патологией и абсолютно здоровой? Значит, на сегодняшний день, если говорить в процентном отношении, порядка 20% детей рождаются первой группы здоровья. То есть это считаются, ну, совершенно здоровые дети, которые вот ничем не болеют. Ну, где-то половина, где-то процентов, вот, 50 остается на детей второй группы здоровья, ну, и вот остальная часть это дети третьей группы здоровья. Ну, иногда мы говорим о том, что у нас процент здоровых, он просто недообследован, да? То есть, чем больше у нас технологий по диагностическим критериям, возможностей диагностических критерий, тем выше у нас так называемых больных детей. Как только внедрили в родильных домах ультразвуковой скрининг, стали всем находить различные отклонения. Как только внедрили скрининг пренатальный, стали находить. Как только внедрили скрининг аудиологический, Тоже стали находить детей с отклонениями. Поэтому на сегодняшний день нельзя говорить о том, что этих детей больных стало больше. Наверное, в целом динамика примерно такая же, как и была раньше. Более того, на сегодняшний день с развитием пренатальной диагностики у нас возросло количество беременностей, которые мы прерываем до рождения ребенка. То есть прерываются тяжелые пороки. В этом году было прервано порядка 116 беременностей. 116 беременностей только те, которые не должны были родиться, благодаря тому, что эти пороки были выявлены до рождения, то есть во время беременности. Допустим, узкий специалист ушел какой-то, гастроэнтеролог, в отпуск. Все. Это значит, пока он в отпуске, весь район его ждет, когда он объявится. Более того, участковые врачи, да, к сожалению, уезжают в Москву на более высокую зарплату и долгое время, значит, люди бегают по соседним кабинетам. Вы несколько уже упомянули выходов. Вот, там, допустим, молодым специалистам 5000, еще что-то. Может быть, еще все-таки что-то планируется делать, чтобы не только молодые кадры, но и уже крепкие, с опытом врачей, которых с удовольствием принимают в Москве. Я думаю, что один из главных все-таки критериев, один из основных критериев, наверное, это все-таки заработная плата. И вот та же задача, которая сегодня поставлена о повышении средней заработной платы, у врачей 200 к региону, у сестер 100% к региону, даже у младшего медперсонала 100% к средней по региону. Я думаю, что если мы достигнем этих цифр, то тогда проблемы с кадрами у нас будет все-таки меньше. Потом мы говорим о вот этих дополнительных выходах, это для начинающих докторов. Дальше мы говорим о жилье, то есть тоже, что очень немаловажно, то есть это субсидирование процентных ставок, то есть по молодым специалистам этот вопрос на сегодняшний день фактически принят. Это госжилфонд, то есть это соцнайм. То есть, увы, последние годы мы с вами знаем, что жилья по госжилфонду было построено не так много, то есть это сказался кризис 2008 года. Но уже этот год полностью, ну как бы не полностью, но уже изменена ситуация и сдаются дома. А вот буквально последний дом сдаётся сейчас на Богданке, это позиция номер 9. И у нас в этом году у нас вот только по отрасли 4 доктора получили вот эту программу по соцнайму, то есть из госжилфонда. На сегодняшний день в заявке лежит 6 заявлений, так что поэтому если вот это будет тоже, ну скажем так, реализовано в ближайшие годы, то я думаю, что это будет тоже очень хороший шаг вперёд. Если мы будем говорить по районам республики, то уже на сегодняшний день в районах республики предоставляется, как оно называется, государственное жильё, ведомственное жильё. То есть ведомственное жильё, Парецкое, Красноармейское, сегодня поднимает вопрос Шумерля, поднимает вопрос Цивильск есть. Цивильск говорит, приезжайте, квартира есть, не едут. Вот, то есть поэтому на сегодняшний день практически все районы, города, республики поднимают вопрос о развитии вот этого ведомственного жилья. Так что я думаю, что вот жильё, заработная плата, ну и наверное всё-таки ответственность наших молодых специалистов. Вы знаете, я бы об этом тоже говорила, потому что сколько ни дай, всё бывает мало. Могу даже сказать по опыту работы главным врачом, уж отвлекусь немножко, потому что на самом деле учишь специалиста, учишь. Вот сегодня тоже только поднимался вопрос про окулистов. Учишь специалиста, учишь, а он потом берёт, уходит куда? В оптику. Потому что там проще, потому что там не надо отвечать за больного ребёнка, там не надо отвечать за больные глаза. Там можно подобрать очки, подобрать линзы, и ты получишь совершенно спокойно, не пыльно нормальную заработную плату. Чисто коммерческий подход. То есть вот хотелось бы, чтобы наши специалисты, конечно, ставили ещё вот, ну я не знаю, на чашу весов не только заработную плату. Это очень важно, я согласна. Но чтобы ставили всё-таки ещё и какой-то профессиональный рост. И вот ответственность за то, что они получили образование за бюджетные деньги, чтобы появлялась какая-то гордость, появлялась ответственность за то, что они должны сделать. Вот если это будет у наших молодых специалистов, я думаю, что мы тоже сделаем очень большой шаг вперёд. В Аксарах уже год работает пол-сантр здоровья, то есть для записи на приём к врачу. Будет ли такая возможность у новых чебоксарцев? Будет. И какие услуги ещё можно будет получать через такой занятий? Ну, в первую очередь, это, конечно же, запись к специалистам, то есть в основном первичного звена. То есть это участковые терапевты, врачи общей практики, врачи-апширы, гинекологи в женской консультации. Так, первички и шоу где-то, то есть педиатров, то есть первичка. То есть вот всё, что касается первички участковой, то есть вот всё можно полностью записаться. Очень активно обсуждалась тема реорганизации лечебных учреждений, лечебных слияний, укропнений и так далее. Люди спрашивают, как же, если они сольются или укропнятся где-то, то куда же нам ходить? Мы же привыкли в эту больницу ходить, а нам придётся куда-то укропненное ходить. Туда же, куда ходили, туда же и будут ходить. Я хочу сказать, что вопрос укропнения больниц, он никоим образом не касается самих пациентов. То есть это чисто организационные моменты для того, чтобы укропнить, скажем так, управленческий персонал, то есть за счёт оптимизации и за счёт, ну скажем так, консолидации финансовой составляющей, для того, чтобы можно было организовывать более грамотно финансовые потоки. И при наличии вот укропнённой больницы намного проще решаются вопросы узких специалистов. Потому что тогда специалисты одного ли, ну скажем так, стационара и поликлиники, ну вот сейчас на примере возьмём последнее буквально объединение, это больница БСМП и больница 5, да, то есть в городе Чепоксара. Тоже много вопросов, но если мы посмотрим, больница скорой медицинской помощи, это исключительно экстренная больница без поликлинического персонала, а больница 5, это в большей части поликлиника, в меньшей части стационар, хотя там тоже есть стационар. Так вот, объединив эти больницы, мы в принципе получаем возможность узких специалистов для консультации в стационаре, которых нет в стационаре, например, тех же эндокринологов в БСМП нет. И наоборот, консультация специалистов, которые могут работать, те же лор-специалисты в БСМП, они теперь могут совершенно спокойно консультировать уже в пятой больнице. Когда они всё-таки раздельны, здесь уже появляются юридические нюансы, когда вот, поэтому всё вот это делается только, вот, я бы сказал, для повышения качества оказания медицинской помощи. А для пациентов, они, по-моему, даже не почувствуют этого вообще нигде. То есть я бы хотела, чтобы они почувствовали улучшение качества оказания медицинской помощи. Многие представляют же, что будет так, вот берётся больница, берётся больница, перетаскиваются вместе, там больницы нет, а здесь большая больница. Нет. Нет. Такого вот не будет. Такого вот не будет. Спасибо. Не перетачиваем. И, насколько я понимаю, сокращаются родильные отделения, там, кабинеты специалистов в районах. Это создает определенные неудобства для людей, не жалуются, роженицам ехать дальше. Вот всё-таки для чего это делаете, как вот это можно объяснить? Всё-таки говорить о качестве и квалификации оказания медицинской помощи – это всё-таки межрайонные центры. Это центры, где концентрируется оборудование, где концентрируются кадры, и где концентрируются технологии и количество родов. То есть если мы будем говорить вообще идеологически, когда начали закрываться родильные дома, а первые родильные дома, которые были закрыты в республике – это Порецкая и Янтиково. Значит, количество родов там было, знаете, сколько? 80 и 60 в год. Вот я хочу вам задать вопрос. То есть 80 родов в год поделите на 365 дней, получается, что одни роды в среднем в 3-4 дня. В результате держать роды – непрогнозируемый процесс, неплановый. Любые роды могут закончиться трагично. Поэтому нужно держать оборудование, нужно оснащать оборудованием. И, помимо всего прочего, специалист должен уметь работать на этом оборудовании, а если у него нет практики, он просто не сможет в следующий раз включить кнопку на этом аппарате. Поэтому идеология была именно из этих соображений сконцентрировать родильные дома сначала в межрайонные центры, потом часть из этих межрайонных центров были прикреплены к родильным домам города Чебоксары, Новочебоксарска, перинатального центра. То есть и тогда, в принципе, мы с вами потихонечку стали видеть падение младенческой смертности. Потому что без концентрации и без внедрения современных технологий невозможно ничего сделать. Мы, опять-таки, ведь не закрываем их огульно. То есть мы ставим эти вопросы только в том случае, если на самом деле тяжело с кадрами, если на самом деле небольшое количество родов, ну тогда вот мы этот вопрос, в общем-то, ставим. То есть возникает вопрос-то в чем? Может быть, лучше пойти другим путем? Может быть, лучше обеспечить их хорошим транспортом, чтобы эти женщины просто имели доступность вовремя, своевременно доехать до вот этого межрайонного центра? Поэтому мы и поднимали вопрос о том, что легче на сегодняшний день купить хорошую машину стоимостью 2 миллиона рублей, чем закупать дыхательный аппарат стоимостью тоже 2 миллиона рублей. Но для дыхательных аппаратов одним не обойдешься, то есть нужно много чего-всего, а машиной можно обойтись одной. И пусть эти все женщины вот только ездят туда-сюда. Тогда не вопрос. То есть это к вопросу организации. И тогда, я думаю, что качественная помощь будет обеспечена. А как вам с машинами сейчас? Я думаю, что завтра я вас приглашу, уважаемые коллеги, на торжественное вручение автомобилей. Мы ждем завтра приезд 20 машин УАЗиков и, по-моему, 7 или 8 Газелей. И вот просто не могу сказать сейчас во сколько, но завтра предполагаем торжественное вручение ключей вот в рамках программы модернизации машины, которые пришли вот буквально под Новый год. Поэтому с машинами, да, проблемы были, но даже в рамках программы модернизации сейчас приходят 37 машин. То есть все они, кстати, вот Газели пойдут на оснащение в основном детских учреждений машинами для неотложной помощи. То есть вот врачи уже могут не просто ходить там, ну, ножками, скажем так, а они будут уже обеспечены машинами и могут тогда детей, если что, вывозить не только как скорую помощь, а как неотложную помощь. А реанимобили уже поступили в город? Значит, реанимобили поступили уже на оснащение всех перинатальных центров, то есть реанимобили поступлены, а завтра приходят машины скорой помощи. То есть, я говорю, вот УАЗы. УАЗы в основном идут в районы, ну, по проходимости, а в городе остаются Газели. Так что мы думаем, что лучше вот так. Вот кажется, пока это более рациональное решение. Вот ГСМП у нас давно нуждается в ремонте, и глава Чуваши, Михаил Игнатьев, высказал ряд замечаний по работе больницы, и как они устраняются, и что ждет ГСМП в будущем. В этом году туда вложено 30 миллионов рублей. Значит, практически капитально отремонтирован хирургический корпус, то есть вот большой корпус, значит, отремонтировано гинекологическое отделение. И с нового года, я думаю, с января, после январских праздников, начинается капитальный ремонт инфекционного отделения, уже заключены контракты, значит, сумма 15 миллионов рублей, 14,9 там в аукционе сыграло, значит, на полный капитальный ремонт инфекционного корпуса. Так что я думаю, что к лету мы получим, наконец-то, новый инфекционный корпус полностью отреконструирован. Кстати, вот эти дополнительные финансы нам удалось туда положить, когда вот мы получили вот этот дополнительный транш в 297 миллионов. То есть вот дополнительно были они направлены на инфекционное отделение. Инфекция будет закрыта, и уже, в принципе, перераспределение потоков определено, то есть в те лечебные учреждения, которые будут принимать на себя этих пациентов. Часть инфекционных больных возьмет на себя Новочебоксарская больница, часть гипотологическое отделение городской клинической и Чупаевская. Это городской клинический акцент. Это модернизация коснулась, к сожалению, не всех отраслей. Вот каких она не коснулась, как там будет ситуация все-таки улучшаться, и что будет с теми надбавками, которые доктора получали за модернизацию. Они будут продолжать получать или сядут на прежние оклады и будут, мягко говоря, выражать недовольство, что стали получать меньше. Я думаю, что они меньше не получат. Во-первых, потому что у нас задача стоит о повышении заработной платы, и на сегодняшний день мы уже прогнозируем увеличение финансовых средств, которые придут через систему ОМС. Там общий транш увеличивается практически на 30%. И, по сути дела, все эти средства придут к нам в лечебные учреждения. То есть общее поступление должно увеличиться. И тем самым, естественно, увеличивается и заработная плата. Поэтому эти деньги, они просто, может быть, их будут получать не как за модернизацию, а они будут получать уже как надбавку к заработной плате. Так что это, в общем-то, будет. Кого не коснулась модернизация, да, на самом деле есть лечебные учреждения, которые не отремонтированы, то есть есть, которые нуждаются в реконструкции, но было принято решение, то есть, чтобы не, ну, извините за сленг, не размазывать деньги, а сделать лучше хорошо что-то одно, то есть межрайонные центры, межрайонные отделения, которые вот в городе находятся, и сконцентрировать там оборудование, кадры и технологии. Те больницы, которые не отреконструированы, конечно, мы вот сейчас ставим что-то в продолжение модернизации, что-то вот включается в новые проекты, что-то будет за счет текущего финансирования, естественно, реконструироваться. Ну, а не вошли, перечислять можно много, то есть, если даже взять город Чебоксары, ну, не все больницы вошли даже, то есть, ну, не вошла даже пятая больница не вошла, там, центральная городская не вошла, первая городская не вошла, ну, там тоже вот сейчас крышу сделали, деньги там, в общем-то, тоже отреставрировали потом. Ну, вот я говорю вот этими, если брать отдельными, то есть они, конечно, не все вошли. Кстати, у Министра труда по поводу, который высказался против возрастной дискриминации при приеме на работу, и также предложил проводить переобучение лиц старше 60 лет. Вот что об этом думаете, поддерживаете, запротив? Нет, я очень люблю старшее поколение, поэтому я вообще считаю нонсенс, то есть, как бы по возрастному цензу оценивать людей. То есть, есть люди, которые, извините меня, и 80 лет активнее тех, которым 18. Поэтому, нет, для меня это всегда было немножко непонятным, почему нужно как-то людей оценивать вот по возрасту. Ну, понятно, есть какие-то критерии, что там определенная выплата, там пенсии, но это все уже вопрос такой. А я полностью поддерживаю, потому что ограничений быть не должно, потому что, ну, это несерьезно. У нас про коррупцию много говорят, но в основном говорят про коррупцию, которая выше в эшелонах власти, да? Чуть меньше мы говорим о коррупции, так называемой, бутоболе. Кажется, что стало это в порядке вещей, когда врачу, например, за лечение предлагают, ну, бутылочку коньяка, ну, такое бывает, отрицать этого не стоит. Я считаю, что, конечно, с этим бороться нужно вместе, поэтому вопрос человеческой благодарности – это одно, а вопрос коррупции – это, конечно же, совершенно другое. То есть никто никогда не должен и не имеет права просить эту бутылочку коньяка и какие-то преподношения, какие-то льготы. То есть, конечно, это уже называется коррупцией. А если мы говорим о, ну... О благодарности. О благодарности, человеческой благодарности, вы знаете, нам иногда не хватает простого человеческого спасибо. То есть вот этого, ну, на самом деле, потому что это, наверное, должно быть. Поэтому это совершенно не должно мериться бутылочками коньяка, коробками конфет. То есть врач – это тот же самый человек, который просто хочет иногда получить просто слова благодарности за свой труд. Вообще вот вопрос стоит о том, что вот такие специальности, как у хирургов, они тоже как-то повыше получали зарплату. Тем более, что очень много технологических новых, конечно, вот таких специальностей. Я могу назвать среднюю зарплату в республиканской клинической больнице. Вот, понимаете, я вам хочу сказать, ведь все нужно смотреть очень дифференцированно, потому что в этом году, когда поднялся вопрос о средней заработной плате молодых специалистов, мне стали говорить о том, что мало, и вы не знаете, сколько они получают. Я могу принести, я не лукавлю, я могу принести список из 131 молодого специалиста, это был вот такой примерно, вот, где были проанализированы все молодые специалисты за последние три года, пришедшие в отрасль здравоохранения у нас в республике. Как вы знаете, средняя заработная плата там была, да, человек, наверное, 10-15, 10, не больше 10, у которых на самом деле заработная плата 7-800-8, то есть вот это минималка. Ну, были и пациенты, врачи, которые имели заработную плату 35-100. Когда я задала вопрос, за счет чего? То есть было сказано, то есть тот, кто дежурит, то есть тот, кто стоит за операционным столом, тот, кто реально, ну, извините меня, работает и впахивает, у него есть возможность сегодня заработать деньги. Если на сегодняшний день врач-хирург высокой квалификации стоит за операционным столом, особенно выполняя высокотехнологичные медицинские операции, поверьте, что заработная плата там достойная. Вот, и, ну, это, наверное, просто простое человеческое уже вот, ну, я бы назвала это, может быть, хамством, когда вымогаются вот эти... Если вот у вас попросили, придите, скажите главному врачу, что вот у меня здесь, ведь у нас что происходит? Я боюсь. Моему пациенту, моему, значит, родственнику там что-то сделают не так. Вы придите, вы заявите официально, вы заявите официально в органы и скажите, с меня запросили 5 тысяч рублей, я сегодня пойду давать взятку, давайте мы этого врача вот выведем на чистую монету. Кто это сделал? Никто. Это, опять же, вопрос ментальности. Ментальности. Поэтому если мы не прервем эту цепь, понимаете, то есть эта цепь не прервется, и если хотя бы мы сделаем один этот случай показательным, то есть вот если где-то у вас попросили эти 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей, не бойтесь, от одного врача, которого мы, если там даже и привлечем к ответственности, ну меньше не будет. Но остальным будет неповадно брать эти деньги и назначать эти суммы. Пусть будет один, пусть будет два, не бойтесь. Вот если все будут бороться с этим злом, я думаю, что тогда как бы мы будем, ну, по-другому относиться к этому ко всем. Ну не бывает, чтобы от одного зависело. То есть вот если у вас попросили, я говорю, ну возьмите, я не знаю, оперативника, дайте ему эту взятку, то есть пусть его возьмут, найдется другой специалист. Если не найдется в Чебоксарах, отвезем в Казань, отвезем, я не знаю, в Москву. То есть если мы вместе не начнем бороться, мы не искореним это все.